В Российской империи первые жандармские полки возникли в 1792 году. Они были созданы для наблюдения за порядком в армии. Впоследствии функции жандармерии несколько изменились. Жандармерия охраняла нерушимость существующего политического строя. Ее роль значительно возросла в связи с активизацией революционного движения, особенно после 1905 года. Из художественных фильмов, в которых рассказывается про дореволюционную Россию, мы можем часто слышать слово «охранка». Именно так в народе прозвали жандармерию. Политическую полицию. Охранка была всесильной, всезнающей и всемогущей. Она ловила и преследовала всех, не считаясь ни с полом, ни с возрастом, ни с положением и рангом. Ее организация была великолепна. Поистине, какой-то гениальный маньяк вложил в нее свою душу. Эти слова историка относятся к царской охранке или жандармерии, прообразе КГБ, впоследствии СБУ. В работе жандармерии важную роль играла агентура. В каждом жандармском отделении имелись агенты наружного наблюдения или филюры. По специальной инструкции их набирали из малограмотных, но физически крепких людей низших сословий. Главное, чтобы у филюра были крепкие ноги, хорошее зрение и слух. А еще такая внешность, благодаря которой он не выделялся бы из толпы. Работа филюра, честно говоря, была нудной и скучной. Практически целый день он должен был следить за своим клиентом и докладывать в отделении ежедневно в форме рапорта о том, где был его поднадзорный, что делал, с кем встречался. Перед первым наблюдением филюром выдавались специальные карточки, на которых была дана фотография объекта, его имя и особые приметы. Если человек брался под наблюдение впервые, то филюр обязан был дать ему кличку. Отчеты о деятельности филюра в Луганского уездного жандармского управления сохранились до наших дней. Один из отчетов мы предлагаем вашему вниманию. В нем старательно записаны наблюдения за Феофаном Шипулинским, членом партии эсеров, проживавшего на Успенской площади, ныне площадь борцов революции. Наблюдение датируется декабрем 1910 года. Филюр дал Шипулинскому кличку Пухлый. Итак, как провел Пухлый, например, 20 декабря. 20 декабря. Пухлый в 2 часа 10 минут дня вышел из своей квартиры. Пошел в магазин Фрея по Петербургской улице. Пробыл там 10 минут. Вышел оттуда, пошел в типографию Житомирского. Пробыл там 5 минут. Вышел, пошел в свою квартиру. Более выхода не видели. В 5 часов 40 минут вечера к Шипулинскому зашел Носатый, который квартирует Посадовый. Пробыл у Шипулинского 40 минут. Вышел оттуда, отправился домой. Наблюдение за квартирой Шипулинского продолжалось с 11 часов дня до 9 часов вечера. Агенты наружного наблюдения получили за свою работу 50-60 копеек в день, плюс 70-90 копеек на извозчика. Конечно же, на извозчиках приходилось ездить не каждый день, но филеры не забывали включать их в счет своего вознаграждения. Еще более важные сведения офицеры жандармерии получали от секретных агентов, которые вербовались из членов партийных организаций, в частях из руководства, сотрудников типографии и простых революционеров. Инструкция по приобретению агентур. Наиболее подходящими для склонения в работу по агентуре можно считать лиц следующих категорий. Арестованные по политическим делам, привлекавшиеся ранее по делам политического характера, слабохарактерные революционеры, революционеры разочарованной или обиженной партией, а также нуждающиеся материально, бежавшие из мест ссылки, подозревавшиеся ранее в принадлежности к революционным организациям. Считая заметными слабостями характеров, офицеру жандармерии необходимо расположить к себе возможных агентов, склонить их на свою сторону, вызвать доверие и обратить преданных себе людей. Как правило, если человек хотя бы раз давал сведения, уличающие товарищи, то после этого охранка уже не выпускала его из своих рук. Конечно, бывали случаи, когда люди шли на сотрудничество о жандармерии добровольно, по собственной инициативе. Благодаря таким секретным агентам, фамилии которых держали в строгом секрете, в Луганской жандармерии имелись списки жителей уезда, состоящих в различных партиях. Вот, например, один из списков луганских эсеров. В нем указаны фамилии, возраст, звание, занятие членов партии, причину взятия под наблюдение. Секретные агенты также сообщили о намерениях эсеров. Так, Тимофей Шабанов, кличка «Мастер», взялся выписать на собранные деньги оружие для боевиков. Иван Лутовинов, он же худой, хранил у себя в квартире бомбу. А недавно освобожденные из тюрьмы Федор Веговский и Павел Акулов замышли совсем не политическое преступление – ограбление казенных винных лавок. В 1905 году на предприятиях города прокатилась волна забастовок. С помощью секретных агентов в Луганске в уездном жандармском управлении были составлены списки активных участников забастовок. С указанием тех крамольных, по мнению агента ФРАС, которые они произносили. Кстати, за активное участие в забастовке по наводке агентов в июле 1907 года вместе с другими сотрудниками был уволен с завода Гартмана наш знаменитый земляк Клим Ворошилов. Хотя тогда простым увольнением дело не закончилось. Климата Ефремовича арестовали и высловили в Архангельскую губернию. Особенно широко в начале XX века в Славяно-Сербском уезде были представлены эсеры, кадеты, социал-демократы. Для охранки не составляло труда узнать о настроениях внутри революционных сообществ. Вот, например, одно из секретных агентурных донесений. В нем подробно рассказывается о собрании эсеров, которое проходило 13 сентября 1909 года в Каменном Броде по Белой улице в доме Чугунова между 7 и 11 часами вечера. Агент, бывший на собрании, докладывает обо всех присутствовавших с указанием фамилии, места работы, не забывая даже о деталях их одежды. Сразу же по окончанию тайного, как казалось эсерам собрания, в жандармском управлении знали обо всем, что там говорилось, и о тех резолюциях, которые были приняты. Кроме тех сведений, которые поставляли в жандармерию филюры и секретные агенты, офицеры охранки в чрезвычайно широких размерах занимались перлюстрацией писем, проверялись полученные доносы, использовали результаты допросов. Каждый месяц жандармское управление составляло отчет о настроении населения в Слевиносербском уезде. Так, например, из отчета за декабрь 1911 года мы узнаем, что в уездном городе Луганске жизнь протекает довольно-таки спокойно. Никаких выступлений профсоюзов на политической почве не происходило. Большинство сочувствует левым партиям. В 1911 году митингов, демонстраций и вооруженных сопротивлений войскам и членам полиции не происходило. Террористических актов, политических убийств и нападений на должностных лиц не было. Местная газета «Донецкая жизнь» левого направления. Среди интеллигентных слоев общества имеются отдельные группы лиц, принадлежавших Конституционно-демократической партии, также сочувствующие социал-демократам. В учебных заведениях среди учащихся настроение спокойное и никаких выступлений на политической почве не происходило. Итак, жандармерия, политическая полиция, охранка. Организация, в обязанности которой входила сохранность существующего политического строя. Организация, у которой, пожалуй, все граждане Российской империи были под колпаком. Ей было известно про всё и про всех, все слова и даже мысли. Тогда почему офицеры жандармерии проспали Октябрьскую революцию? Как допустили смену политического строя, на страже которого стояли десятилетиями? Не иначе, как у царской охранки был свой особый расчёт. КОНЕЦ КОНЕЦ